Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Он надёжный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк «Хлынов». Банк «Хлынов» — мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банк.фислынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов». Акционерное общество. Лицензис ОБРФ номер 254. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. Светлана Удельная, Александр Рассохин. Сегодня работаем для вас. Здравствуйте ещё раз. Второй час у нас. По традиции напомним, что в 12.30 к нам присоединится ещё и Владимир Сметанин. Викторина, история создания вас ждёт. Так что слушайте внимательно. Интересная историческая загадка и приз от нашего спонсора завода «Ветич». Ну а сейчас время вспомнить наш проект «Улучшим дендропарк вместе». Проект мы делаем вместе с компанией «Железно». Да, может быть, вы помните, как мы осенью... А мы надеемся, что вы помните. Да, что осенью мы просили вас изначально высказывать своё мнение, что необходимо благоустроить в дендропарке, изменить там. Потому что все мы понимаем, что он не идеальный. И на сайте компании «Железно» вы оставляли свои пожелания. После этого было такое рейтинговое голосование. И в итоге мы определили некоторые варианты, основные, которые набрали наибольшее количество голосов. Да, их озвучим. Да. Ну это, например, установить лавочки, урны, освещение, биотуалет. Ну то есть банальное благоустройство. Обустроить стоянку рядом с парком, создать пешеходные велодорожки, почистить пруд, преобразить главный вход в парк, установить таблички и указатели для навигации. Ну вот что-то всё около этого мы ходим. Около этого, да. Ну, Александр, куратор этого проекта, мне бы хотелось услышать. Говорили мы в том числе о том, что будет некий графический проект того, как изменится дендропарк и что мы там с вами в дальнейшем увидим. Пока что разработана некая концепция, но в этот момент, когда мы её разработали, мы столкнулись с рядом нюансов. Например, можно ли там что-то делать? Сейчас это памятник природы и, соответственно, есть определённые законодательные проволочки. Об этом мы поговорим через неделю. К нам придёт Николай Бурков, это член общественной палаты третьего созыва. Вот сейчас не могу вспомнить в нынешнем созыве он есть, нет? Надо было у нашего прошлого спикера гостя спросить у секретаря палаты. Также у нас будут люди-крайведы, люди-сведущие, что такое дендропарк наш и как, откуда вообще корни растут. Поговорим мы и о том, что необходимо вносить правки в закон Кировской области. Но об этом обо всём на следующей неделе. Сейчас же у нас в гостях директор Государственного природного заповедника Нургуш, старший преподаватель кафедры экологии ВГГУ Елена Тарасова. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Елена Михайловна, мы позвали в гости, чтобы узнать, в каком состоянии у нас дендропарк, что необходимо, по её мнению, там изменить, но главным образом, что сейчас у нас в дендропарке, что там было, как всё начиналось. За годы как дендропарк изменился? Лучшую ли историю? Я напомню, что дендропарку у нас уже более 50 лет. Основан он был в 1962 году. Официальное открытие состоялось через 5 лет. Основателем является Валикжанин Михаил Сергеевич, бывший директор Кировского лесхоза. Ему даже установлен памятник, кстати, в дендропарке на берегу пруда. Ну и размеры территории около 50 гектаров. Проблема в том, что сейчас мы не можем даже сказать, сколько там видов. Правильно я говорю? Да, правильно, потому что инвентаризации, полной инвентаризации этой территории, ну, наверное, ни разу не было с момента возникновения. То есть за эти все годы ни разу не проводилось? Ну, во-первых, он начинался как объект лесниковский. То есть его создавали лесхоз, Кировский лесхоз. В 1962 году, когда Валикжанин пришёл к руководству, он предложил в 1962 году начать устанавливать этот дендропарк. Идея была следующая. Необходило бы было для того, чтобы озеленять более разнообразно территории населённых пунктов, городов, посёлков и сёл в Кировской области, нужно было посмотреть, как интердуцированные растения, то есть не наши растения, а пришлые растения, американские, дальневосточные ещё какие-то, будут себя вести в суровых условиях Кировской области. И поэтому он создавался одновременно и как вот именно посадки, и как именно такой вот культурный, прошу прощения, как объект, где культивировалось, и испытывались эти деревья. Деревья, кустарники, которые здесь высаживались, они запрашивались у них и по личным каналам, по каким-то общим каналам вообще со всей страны, то есть от коллег лесников, в каких-то дендропарках, ботанических садах. Вот точное количество завезённых я в литературе не смогла найти, но в целом это колеблется где-то от 20 до 120. Вот примерно такие суммы. К настоящему времени из реинтродуцентов, то есть из того, что сюда завезли, не нашей флоры, ну, примерно 30-40 видов деревьев и кустарников, того, что у нас в естественном виде не произрастает. Часть из них погибла за эти годы, то есть того, что изначально заселяли, часть из них выжила. Ну и те, которые выжили, наверное, видов 15-20 можно рекомендовать к культивированию в условиях Кировской области. У нас, кстати, в озеленении очень бедный видовой состав, но, наверное, все, кто приезжает из других регионов, они это отмечают. Хотелось бы что-то повеселее. Ну, такой разброс от 20 до 120 достаточно широкий. Ну вот ранее мы слышали информацию, что проблема здесь с документами, потому что некоторые организации запрашивали из Госархива какую-то документацию, связанную с дендропарком, но впоследствии либо не вернули, либо еще не вернули, либо какие-то предприятия закрылись и также забыли вернуть. Поэтому вот сейчас с исторической справкой проблемы. Надеемся, что через неделю станет все ясно. Но все-таки можно сказать, какие виды произрастают? Что интересно? Можно сказать. Ну вот давайте немножечко вернемся к истории. 1962 год – это момент начала закладки дендропарка. 1966 год – это закончили все посадки основные, были сформированы основные аллеи, начиная с самой главной аллеи лиственниц, аллеи дуба, аллеи березы, аллеи ясеня, там есть аллеи клёна. Несколько второстепенных аллеи засажены боярышником. Там очень богатая изначально флора была, даже из не наших. И в 1967 году, если кто-то помнит, кто постарше, это праздновала страна достаточно широко, год, 50-летие. Что у нас там, Россия? И в честь 50-летия на двух квадратах планировка была регулярная. Что такое регулярная планировка? Ну это, кто был в Петродворце, наверное, представляете. То есть разбивается на одинаковые куски территория, обсаживается аллеем, внутри аллеи тоже очень четко все планируется. Вот эта регулярная планировка, два квартала, которые справа и слева располагались у входа главной аллеи, лиственничная аллея, она самая эффектная, до сих пор остается аллея, они были посвящены как раз юбилею. И в честь юбилея нашей страны Советов были высажены кедры сосна сибирская и клён геннала, цифры 50. То есть цифра 50 была прописана из посадок кедра, а справа слева, вот от кедров, высажены кустарники. Ну такой полукустарник, достаточно высокий, до 3-5 метров. Дело в том, что у кедра хвоя ярко-тёмно-зелёная, а у клён геннала, начиная с августа, с сентябрь, октябрь, она багряная. Ну багряные тона тогда были очень популярны. И с высоты тогда же летало очень много авиации, в том числе и внутренней авиации в Кировской области. Вот эти цифры 50, ярко-зелёные, красные окантовочки были очень хорошо видны. Поэтому вот это символизировало 50-летие, в честь чего была создана такая цифра. И парк-то долгое время назывался именно в честь 50-летия. А потом уже его переименовали лесопарк, дендропарк, прошу прощения, лесовода в Кировской области. Ну вот по поводу этой надписи 50 общались мы с доцентом кафедры экологии, с человеком, который, наверное, лучше всех у нас в городе, в регионе знают, что такое дендропарк и истоки создания. Это Анатолий Александрович Хохлов, ваш коллега. И он рассказывал, что сейчас вот эта цифра 50, она уже не такая уж и 50. Очень многие деревья вырубили, либо не сохранили. И в итоге эта надпись, она такая, как сказать, обшарпанная, что ли, очень плохая. И даже в Ленгасово было подобное, он рассказывал. В Ленгасово подобная форма в честь 50-летия СССР. И то в Ленгасово лучше, она как-то и облагораживалась, нежели сейчас в Дендрарии. Она немножко утратила свою яркость, потому что кедры, которые формируют основу вот этих цифр пятерки и нуля, они сохранились. А клен Геннала несколько лет назад был почти весь вырублен. И вот эта бордовая окантовочка, то светло-зеленая, то бордовая, вот она действительно исчезла. Но цифры 50, они еще хорошо просматриваются. Подниматься высоко надо. Ну да. Ну и сейчас не столько воздушного транспорта у нас летает в плане внутреннего по региону. В чем особенность нашего Дендрария, можно сказать, в отличие от других? Вот я, например, когда готовился к эфиру, посмотрел основные Дендрарии страны. Самый, наверное, один из самых уникальных, которые я увидел. И фотографии здесь чудесные. Это сочинский Дендрарий. Он еще с конца позапрошлого года начинался, зарождался. Конечно, очень красиво. И хотелось бы, чтобы и наш выглядел так. Была и там. Это, конечно, с нашим абсолютно не сравнится. Была, да? Очень красиво. Как раз-таки этот проект и нацелен, чтобы и наш Дендрарий был не хуже, чем сочинский, в идеале, конечно же. Но все равно у нас же есть какая-то особенность, наверное, у нашего. Ну, особенность, наверное, следующая. Если сочинский Дендрарий создается в условиях субтропиков, то понятно, что там более широкий спектр древесных кустарниковых видов, которые могут произрастать. Мало того, те, которые там произрастают, они чувствуют себя там великолепно, в отличие от наш. Наш Дендрарий, когда создавался, там ведь не было цели поразить наше с вами воображение вот этим многообразием. Все понимали, что это суровый вятский климат, хотя место было выбрано совершенно идеально. Вот если вы там были, вы понимаете, что это наклон к востоку, даже более к югу, к востоку. Рядом большая широкая река Вятка, которая долго держит тепло. Поэтому с точки зрения вот именно оптимальности посадок это, наверное, был идеальный вариант, когда территория наклонена к большой реке, которая удерживает тепло, и территория позволяет выращивать даже те растения, которые в условиях Кировской области вроде бы расти и не должны. Там, например, до сих пор сохранился, правда, один экземпляр каштана съедобного, то есть не того каштанского каштана, который кое-где у нас произрастает в озеленении, а именно каштана съедобного, который больше нигде у нас в Кировской области, вот насколько я знаю, я все-таки достаточно приличную флору знаю, не произрастает. Единственная беда, что он каждый год обмерзает по уровню снега, то есть побеги сохраняются за зиму где-то 70-80 сантиметров, верхушечки обмерзают. Вот вы говорили про местоположение, насколько мне известно, может быть, есть у вас эта информация, не только же эта территория рассматривалась для создания дендрария? У меня нет информации, да, но я слышала когда-то, что да, выбирали, но выбрали самую теплую. Вы считаете, что нашли место идеальное для этого? Ну, про идеал вообще сложно говорить, но во всяком случае это одна из оптимальных. Вот если вы помните, где расположен у нас ботанический сад, примерно на таких же местах, потому что ботанический сад расположен во Верховье Хаврага Засора. И Истомин, когда создавал ботанический сад, он изначально тоже предусматривал, что это, во-первых, должен быть пересеченный рельеф, так же, как и там, в дендропарке, что позволяет выращивать самые разные виды деревьев и кустарников и создает очень такой, ну, грамотные можно посадки создавать. И потом, ну, мы всегда пересеченный рельеф лучше с вами воспринимаем, чем вот ровный, как стол, где разнообразие экспозиции создать очень сложно. И потом ведь каким-то деревьям нужна экспозиция разная, кому-то южная, кому-то западная, кому-то восточная, кому-то северная. То есть с этой точки зрения, да, там три оврага, которые входят в эту территорию, дендропарк в Сашиних, которые позволяют высаживать самые разнообразные растения. Ну, а тем временем к нам, к беседе присоединилась главный редактор Светлана Занько. Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости, и слушатели. Не могла просто не зайти к вам, потому что ехала в машине и слушала, о чём вы говорите. Елена Михайловна сказала, что у нас очень крайне скудное видовое разнообразие растений, которые высаживаются для озеленения населённых пунктов. Вот это, конечно, беда и страдание, честно. Потому что по каким признакам выбирают растения, как это всё планируют, откуда это всё берут, мы, честно, сколько ни встречались с представителем различных структур, которые озеленяет, в том числе, город Киров, не могли выяснить. Иногда складывалось впечатление, что это вот чисто такая вкусовщина. Кому что нравится, то и сажают. А может быть, нет. Это может быть как раз от того, что нарушена какая-то связь, вот как вы говорили, дендропарк создавался для того, чтобы выращивать саженцы для озеленения населённых пунктов. Теперь его нет такого дендропарка. Откуда берут саженцы, как их на нашу землю, как их ассимилируют сюда, как они завозятся, совершенно неясно. Вот почему такое произошло, что в какой-то момент дендропарк наш перестал выполнять свою функцию, непосредственно ту, для которой он создавался. Я немножечко, наверное, поправлю. Дендропарк не создаётся для выращивания саженцев. Для этого создаются питомники. Дендропарк был заложен как площадка для апробации, возможно ли произрастание вот этим экзотическим и очень красивым видом в условиях Кировской области. А дальше уже должны были работать питомники. Насколько я знаю, когда-то у нас был один питомник, от которого ничего не осталось. Питомник располагался где-то между Суботихой и Порошиной. Сейчас там, по-моему, я была последний раз там лет 20, наверное, по-моему, от него ничего не осталось. Других питомников я у нас не знаю. Ну, а всё-таки цель дендрария посмотреть, апробировать, давно у нас не выполняется эта деятельность? Ну, то есть понятно, что сейчас дендрария... Нет, как давно заброшен дендрарий. Как вообще так получилось, что дендрарий забыли? Да его не забыли, просто его забыли финансировать. Дендрарий-то как раз не забыли, вы же видели, насколько он востребован, а вот финансировать забыли. Одно время лесники ещё держались как-то, там был штат. И вот если помните, ниже пруда, справа, если от города смотреть, слева, прошу прощения, от города смотреть, там есть домик и забор. Вот за забором как раз был небольшой питомничек, того, что здесь хорошо. А потом финансирование прекратилось, и с прошлого года ничего не осталось. Мы проводили там раньше марши парков, заповедник Нургуш проводил марши парков, проводили дни биологического разнообразия. В прошлом году вот это было последнее, когда хозяева, бывшие лесники, нам сказали, что мы всё, мы уже на птичьих правах, нас не финансируют. И мы не знаем, что теперь будет с этой территорией. Но на самом деле дендрарий сейчас в таком подвешенном состоянии, непонятно, к кому он относится, земля федеральная. И вот такой вопрос заковыристый. А что, если передать в собственность Нургуша? Вариант такой. Несмотря на то, что земля федеральная, спрашивать нужно регионы. Потому что все федеральные территории, они по структуре, вернее, по порядку создания, они начинаются с того, что регион должен решить, что вот какой-то кусочек земли он может отдать в систему особо охраняемых территорий федерального значения. А почему он не может отдать с другой стороны? Ну, может и отдать. Я просто не в курсе, хочет он это сделать или нет. А как вы считаете, Елена Михайловна, вот проблема дендропарка нашего сейчас в чём состоит конкретно? Ну, наверное, в отсутствии хозяина. В отсутствии хозяина. Конечно. Ну, как всегда. Это беда самая большая. У нас остаётся просто буквально 7 минут. Вы так заинтриговали, Саша и слушатели, насчёт тех деревьев, которые там сейчас произрастают, и которые совершенно уникальны для Кировской области. Но они уже тут вот выросли, они ассимилировались, они вполне возможны, наверное, в разведении, в культуру. Да, конечно. Вот здесь вот два вопроса. Один, конечно, без хозяина мы понимаем, что никто не будет заниматься ни строительством нового питомника, ни чисткой этого дендропарка. С другой стороны, есть ещё очень большая проблема, серьёзная, которая тоже сразу же на поверхности появляется, когда мы знаем, что нет хозяина. Это сохранность хотя бы того, что там сейчас есть. Потому что вы правильно совершенно сказали, что это крайне популярное место. Но, к сожалению, не все только прогуливаются там. Да? Есть такое. Давайте как-то призовём наших слушателей к тому, что, несмотря на то, что временно это бесхозная... Ну, нет, она... Да, это всё-таки областная собственность, памятник природы областного значения. И, между прочим, карается там по закону, если не дай бог что. Шашлыки и прочее. Ну, и вообще, да. И выкапки, на самом деле. Потому что это происходит ежегодно. Выкапывают, видя, что особо там камер наблюдения нигде не висит. Что нужно сказать нашим людям, чтобы они так не поступали? Ну, тоже, наверное, что всегда говорят. Вот вы знаете, в начале прошлого века западные европейцы, приезжавшие в Россию, они были потрясены и удивлены, что здесь, на нашей территории, на территории России, можно спокойно собирать букеты. Можно гулять по естественным лесам. Прошло сто лет. Ну, леса ещё сохранились, и букеты мы с вами собираем, но мы забываем, что это всё конечное. И мы забываем, почему-то никто не считает необходимым у себя дома вот что-то как-то разрушать. Даже в голове никому не приходит. Но почему-то считают, что это, если это общественное, можно топтать, можно ломать. Можно ребёнку, вместо того, чтобы показать листочек, можно отломить ветку и дать этому же ребёнку вот эту ветку, чтобы он шёл, ей махал, а через три минуты он её бросил, эту ветку. Да, совершенно верно. Вот мы проводим праздники, после этого мы с мешками собираем мусор. Ну, правильно. Так, собственно, каждый разумный человек должен поступить после того, как он где-то отдохнул или пикник провёл. Да, но только не мы, наверное, должны собирать, а те, кто-то пришёл к нам на праздник. Да, наверное. Ну, кстати, может быть, это ваша недоработка, что вы этим людям не даёте верную инструкцию. Вы смотрите, дендропарк сейчас, он не выполняет свою научную функцию какую-то по акклиматизации растений. Что с ним лучше, как вы считаете, для области, для города, для граждан, что было бы лучше сейчас с ним делать? Потому что судьба будет решаться так или иначе. Наш проект, собственно, на это и направлен. Чтобы был хозяин, чтобы ясно было, как развивается дендропарк, чтобы все видели, что он развивается, приносит пользу. Сделать его чисто вот таким... Оставить его в статусе памятника природы, законсервировать то, что сейчас есть, и правильно за этим ухаживать. Либо сделать из него городской парк, либо сделать из него... Вернуть ему функцию научного такого, не знаю, научной территории какой-то, на которой как раз по-прежнему будут привозиться, высаживаться растения и требовать от властей, чтобы это развивалось в эту же сторону, чтобы строились питомники, высаживались саженцы и так далее. В Кировской области на сегодняшний день 200 особо охраняемых территорий, практически без финансирования. Поэтому требовать вот в этом плане... Чтобы оставить особо охраняемую территорию, это как бы вопрос. Нет, я не об этом, да. Но смотрите, дендропарк в Сашених состоит из двух частей. Одна часть — это интродукцированная территория, где интродукцированы были иноземные виды, а вторая часть — это часть естественного елового леса, не произрастающего на берегу реки Вятки. И вот когда мы говорим, мы должны чётко понимать, что мы хотим с каждой частью делать. То есть там, где у нас заложены аллеи, где высажены лиственницы, яблони и прочие экзоты, то понятно, что за ними нужно ухаживать, подсаживать, восстанавливать, спиливать, перевивать и прочее. А там, где естественный лес, тоже надо думать, что мы хотим. Или мы хотим это превратить в рекреационную зону, или мы хотим для горожан, то есть по минимуму благоустроить. Настилы, дорожки — это всегда чем хорошо? Вы сами прекрасно понимаете, вот вы пошли на территорию, если есть дорожка, замощённая, например, с дощечками или ещё чем-то, никто ведь не пойдёт просто так в грязь. Все будут передвигаться по этим дорожкам. То есть проблема благоустройства, наверное, она на первом месте сейчас должна стоять. Проблема благоустройства, она в том числе решает и проблему... Охранительства там, да? Или, с другой стороны, охраны. Да, ну совершенно верно. Ну а сейчас-то что всё-таки, вот по вашему мнению, что необходимо сделать, чтобы Тендрарий вернуть ему вот тот вид, который был у него? Прекрасно, чтобы люди отдыхали там. Найти хозяина. Это главное сейчас. Найти хозяина. То есть человека, который сможет и отвечать, и руководить, ну да, и который сможет финансировать эти работы. Должны собраться все заинтересованные стороны, сесть, наконец, за один стол и сказать, вот у нас есть проблема, мы её решаем. Есть задача, мы её решаем. И вот тут, вот совершенно верно, Саша сказал, мы обсуждали это и в Министерстве экологии, и с вашими коллегами. С вами сейчас, слава богу, обсуждаем. Мы постараемся к следующей неделе собрать здесь за этим столом экспертов. Не просто людей, которые, безусловно, радеют за Дендропарк, как все мы здесь, но те, которые ещё в силах решать, и согласно своему статусу, ещё и обязаны решать. Мы постараемся их сюда привезти, чтобы там были депутаты УЗС, поскольку это памятник природы областного значения, чтобы были представители общественной палаты. Кстати, с Дмитрием Александровичем Курдюмовым мы предварительно обсудили этот вопрос, думаю, что это будет. И представители Министерства экологии, может быть, правительство Кировской области. Экологии, опять же, Анатолий Александрович Хохлов тот же самый. Каким-то образом, чтобы уже было ясно, что это решают совместно все могущие это обсуждать и решать. Просто, насколько я понимаю, сейчас главная проблема, как это всё сделать. Есть план, какие мероприятия провести. Есть инвестор, грубо говоря, компания «Железно». Сейчас только как сделать, насколько это законно. Насколько законно сейчас проводить там какие-то мероприятия. Потому что сейчас это памятник природы. И что-то ремонтировать, прокладывать дорожки, вполне возможно, что можно будет впоследствии получить. Извините, по голове ещё. Поэтому нужно сделать, нужно подготовить всю нормативную базу, чтобы это было возможно. Потому что мы уже обсудили и поняли, что, извините, какой-то бардак, в том числе и в законе тоже. Непонятно, есть у нас территория, которую можно назвать дендрари или нет. Насколько понимаем, из дендропарков нет законодательства Кировской области таких территорий. Почему есть? У нас есть, вот смотрите, федеральный, у нас есть два закона, которые нашей территории касаются. Это закон 33, федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, который рекламентирует всё для всей страны. Есть ещё закон об особо охраняемых природных территориях Кировской области. Категория дендропарки и ботанические сады есть там и там. Замечательно. Ну, по крайней мере, сейчас вопрос снят. То есть мы знаем, что это есть. Это очень хорошо. Я понимаю, что вот мы сейчас уходим на перерыв, но, тем не менее, я надеюсь, вы будете с нами сотрудничать, Елена Михайловна. Мы ещё, кстати говоря, к Нургушу вернёмся. Потому что Нургуш в том же самом дендропарке в мае месяце планируют всё-таки мероприятие. Если не марш парков, то это будет... Это будет день биологического разнообразия. И о нём мы поговорим отдельно. Спасибо. Спасибо большое. В гостях у нас была директор Государственного природного заповедника Нургуш, старший преподаватель кафедры экологии ВГГУ. Елена Тарасова, Елена Михайловна, спасибо ещё раз, что были с нами. Всего доброго. Ну а сейчас мы уходим на перерыв и викторина «История создания» сразу же после неё. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удильна, Александр Рассухин. И к нам пришёл Владимир Сметанин с викториной «История создания». Добрый день. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Всё ближе и ближе четыре праздничных выходных. Международный женский день, 8 марта. Всё это на следующей неделе. И на следующей неделе, кстати, масленица. Все в курсе? Да, в курсе. 27 площадок в городе, где будут праздновать масленицу, и на семи будут сжигать чучело. В понедельник, 7 марта, масленичная неделя стартует. Закончится 13 марта. Ну, далее, понятное дело, Великий пост. Вот сегодняшняя викторина будет масленице посвящена. Многое из того, что расскажу, вы, безусловно, знаете. Ну, давайте о свежеме в памяти, чтобы с достоинством встретить этот праздник. Сертификат на 1 тысячу рублей, как обычно, будет разыгран в викторине от компании «Вятич». С этим сертификатом вы можете пойти отдохнуть прекрасно в ресторане «Пивной дворик». Рассказ, вопрос, звоните 211-101 за правильный ответ и получите этот самый сертификат. Ну, как известно, у масленицы история уходит еще во времена язычества, да? И, казалось бы, православная церковь должна негативно относиться к этому празднику, но вышла наоборот, не негативно относится. Правда, масленичная неделя в православии получила название «сырная седмица». Это период подготовки к Великому посту, время отказа от тяжелых продуктов, в том числе от мяса, в сырную седмицу, можно есть молочные продукты, в том числе сыр, можно есть яйца, рыбу и так далее. К масленице наши предки начинали готовиться еще с середины предшествующей недели, то есть вот уже сейчас, в эти дни, в это время хозяйки в избах наводили чистоту от чердака до погреба, белили печи, скоблили столы, лавки, полы, начищали праздничную посуду, выметали мусор со двора и так далее. Ну и, конечно же, надо было заготовить побольше продуктов. Муки разных сортов для блинов и пирогов, а также рыбы, пряников, конфет, орехов для детей, ну и молока, сливок и масла. Суббота, то есть послезавтра уже, да, накануне масляной недели, называется маленькой масленицей. В этот день было принято у наших предков поминать умерших родителей. Для них тоже пекли блины, клали их перед иконами, либо клали на крышу, либо уносили на кладбище, непосредственно уже на могилы. И вот масленица наступала. Начинались веселые, шумные народные гуляния, и все это для того, чтобы напугать зиму и прогнать ее. Конечно, неотъемлемым атрибутом праздника было катание на санях, запряженных лошадьми. Парни, собирающиеся жениться в скором времени, специально к этому катанию покупали сани, чтобы будущую свою супругу прокатить. Катание с горок тоже обязательный ритуал. И если в обычные зимние дни катались в основном только дети, то в масленичную неделю на горке приходили все, что называется, от мала до велика. К катанию, надо сказать, подходили с выдумкой, катались поодиночке вдвоем, целой гурьбой и так далее. Был такой интересный способ катания. Брали две жерди, намораживали на них лед, то есть обливали водой, застынет, снова обливали водой. Клали с горки вот эти две жердины параллельно. Параллельно вниз становились на одну жердь ногами, на вторую, держались вместе все и катились. Главное, чтобы не упасть. Кто упадет, тот проиграет. Что касается блинов, они что символизируют? Мы все прекрасно знаем. Солнце. Солнце, конечно, солнце, да. Языческий бог Ерила. Их было принято печь каждый день, но особенно много с четверга по воскресеньям. Каждая хозяйка имела, конечно же, особенный свой рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки. Добавляли в них манную кашу, картошку добавляли, тыкву, яблоки, сливки. Как цвет с точки зрения здорового питания? Не очень. Не очень? Зато вкусно. Конечно. Ели блины с чем? Ну, со сметаной, с маслом. Там, если икра была, икру, конечно же. Ну, и не только блинами питались, но и чередовали с другими блюдами во время масленичной недели. Давайте вспомним, как называются дни масленичной недели. Как называется первый день? Понедельник. Встреча-праздник. Оригинальненько. Встречали масленицу. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали соломенное чучело масленицы, наряжали его. И все вместе возили по улицам деревня. Ну, а взрослые мастерили для детишек всевозможные, как бы сейчас сказали, аттракционы. Вот качели, например. Угощали сладостями детишек. Вторник далее. Заигрыш или заигрыши. В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и молодцы катаются на ледяных горках, едят блины. Парни продолжают искать невест, девушки, женихов. Но принято было жениться все-таки после Пасхи. Кстати, в этом году Пасха у нас придется на 1 мая. Ну, и в дни постов, всего их в православии 4, тоже жениться нельзя было. Среда. Лакомка. На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины. Четверг далее. Это разгуля. И в этот день надо было помочь солнцу прогнать зиму. Для этого очень интересно поступали. Садились в сани в деревнях. И начинали кататься по солнышку. То есть по часовой стрелке вокруг деревни. А мужики в этот день должны были еще и посоревноваться в обороне или взятии снежной горы или снежного городка. Далее пятница. Тещины вечера. К тещи на блины. Надо было идти обязательно. Суббота. Золовкины посиделки. В этот день ходили в гости. И ходят в гости, я думаю, ко всем родственникам. И опять-таки угощаются блинами. Воскресенье. Прощенный день или прощенное воскресенье. Принято просить прощения у всех, у родных, у знакомых за очевидные или, может быть, неочевидные обиды нанесенные. Вот воскресенье как раз-таки принято сжигать на костре соломенное чучело. Его устанавливали обычно на самой большой площади населенного пункта. Пели и танцевали вокруг этого чучела. Ругали зиму за морозы. Благодарили за прошедшие праздники. Ну, а финальной забавой были прыжки через... Через... Костер? Костер. Да, все знаете. Молодцы. Ну, а окончательно прощались с Масленицей уже в первый день Великого Поста. То есть уже в понедельник. Это чистый понедельник, так называемый. Мылись в бане. Убирались в доме. Тщательно отмывали посуду. Ну, и, конечно, в устном народном творчестве много сохранилось пословиц, поговорок и песен, связанных с Масленицей. Без блина, не масляно, на горах покататься в блинах поваляться, не житье, а масленица, не все коту масленица будет и Великий Пост, ну и так далее. Пора задавать вопрос, я думаю. Напомню, что вы можете выиграть сертификат на 1000 рублей. Вот компании Вятич с этим сертификатом вас ждут в пивном дворике. Вопрос сегодня следующий. 211-101. Напоминаю, номер нашего телефона. Очень много. Я далеко не все, далеко-далеко не все рассказал. Очень много традиций, связанных с Масленицей. И вот какая любопытная традиция мне попалась. В последний день Масленицы, в воскресенье, на горе для того, чтобы покататься, собиралась определенная категория мужчин. Лиц мужского пола. Определенная категория. Вот так вот я сформулировал сегодня вопрос. Что за мужчины? Вот только они обязательно должны были в Масленицево в последний день покататься с горы. Определенная категория. Вот так Витяева-то скажу. Звоните 211-101. Высказывайте свои предположения. Сертификат на 1000 рублей. И вам достанется от компании Вятич в случае правильного ответа. Мужики. Что, подсказывать уже начинать? Ну почему же? Вот я слушаю, что уже есть звонок. Сейчас мы, слушатели, с вами увидим. Что за мужики-то такие катались с горы в последний день Масленица? Вот обязательно надо было. Ритуал такой. Со смыслом, что называется. Со смыслом. Ну, да, смысл. Вот правильный ответ прозвучит. Смысл, если победитель не расскажет, то смогу сам это сделать. Кратенечко. Звоните. Пока что слушайте. Нет, 211-101 наш номер телефона. Так, наш редактор следит, я надеюсь, за звонками. Следит. Давайте. Примем звонок. Есть. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина. Кристина. Ну, попытайтесь счастья. Что за категория мужчин должна была обязательно покататься в последний день Масленица? Ну, может быть, это свободные мужчины, которые собирались жениться. Свободные, то есть холостые? Ну, которые собирались жениться, да. Которые собирались жениться. Неправильный, к сожалению, Кристина, ответ. Неправильный. Я, кстати, тоже так думала, как Кристина. Ну, близко. Близко, да? Ну, давайте еще звонить. 211-101. Ну, да, это связано с семейным положением. Это связано, да. Еще один звонок. 211-101. Слушайте, львоводим. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Вам знакома эта традиция? Что за мужики катались? Традиция ознакома, но я предполагаю, что это извозчики. Ну, те, кто возил людей до праздника, а тут катаются сами. Интересное предположение. Так. Извозчик – это не семейное положение все-таки. Это не семейное положение. Это профессия. Увы. Увы, да. Извините. 211-101, наш номер телефона, подсказка семейное положение. От обратного надо. Уж прямо скажу. Да? Да. Но есть ограничения там. Звоните 211-101. Не всех еще пускали, да? Да. Не всех пускали. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Григорий. Григорий. Отвечайте. Что за мужчина? Ну, уже сказали холостяки. Ну, были холостяки. Так был у нас уже ответ холостяки? Был уже. Да. Неправильный этот ответ. Неправильный? Да. Неправильный? Нет. Да. Что, все? Больше нет вариантов? Все, да. Да. Хорошо. Извините. А, 211-101, семейное положение, но не холостяки. Семейное положение, но не холостяк. Ну, что тут? Либо холостяк, либо не холостяк. Так ведь? Ну, как-то да. Да. Заводите еще сертификат на 1000 рублей. Алло, слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Александров. Я предполагаю, что это разведенное. Разведенное? Тоже неправильный ответ. Тоже неправильный. Тоже неправильный ответ. Давайте еще пытаться. Загадка у нас сегодня. Да, 211-101 у нас остается в последней минуте. Давайте напрямую уже подсказывать. Это не холостяки. Это... Ну, это уже мы поняли. Это не холостяки. Это неразведенное. Это жена. Это жена. Подожди, есть звонок. Давайте сначала выслушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Алло. Да, мы слушаем вас. Вы в эфире. Может быть, это дедушки? Дедушки? Те, у кого внуки и внучки есть? Ну, да. Нет, к сожалению, нет. Ну что, давайте... Что же такое викторина? Давайте подскажем. Давайте вот сразу подскажу. Это женатые мужчины. Но женатые определенные все-таки категории. Да. Вот те, кто женился за какой-то срок. Так, вот. 211-101. Слушатели. Алло. Алло. Алло, мы слушаем вас. Ну, не получается. Давайте еще. Так, мы уже начинаем перебирать. 211-101. Это мужики женатые. Но женатые вот за какой-то определенный срок. Да все уже, все уже понятно. Вам всего-то нужно набрать 211-101, набрать сертификат на тысячу рублей и все. Для них еще название есть в русском языке. Есть, все уже поняли. Ну, их так можно называть, да. Так. Это не... 211-101. Вы уже достаточно подсказали. Мне кажется, сейчас все-таки у нас будет победитель. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Михаил. Михаил, отвечайте. Что за мужики? Я думаю, молодожены. Во! 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 Молодожены, все, правильно. А зачем? Это те, кто вот женился за период, прошедший с момента последней Масленицы. Вот таким образом они Масленицу благодарили за то, что за вот прошедший год они все-таки нашли свою суженую. Что она вот такая хорошая, пригожая. Вот такая традиция. Ну все понятно. Разобрались. Мы вас поздравляем с победой. Трубку не кладите. Редактор вам расскажет, как вы сможете забрать свой приз. Это была викторийная история создания с Владимиром Сметанином. Я напоминаю слушателям, что завтра у нас пятница в 12 часов. Мы вновь с вами будем играть в программе Культпоход. Много билетов на концерты, спектакли, выставки. Так что оставайтесь с нами на Волне 101.0 FM. Программа «Дневной разворот» заканчивается. Мы с Александром Рассокиным прощаемся с вами. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова